наши продолжают программы эфима фиштейна похищение европы здравствуйте эфима добрый день сергей добрый день наши уважаемые зрители слушатели читатели писатели всех имеет отношения к этому выпуску ну и начнем и нами по традиции с европы до сергей вы знаете когда я называл и предложил вам название передачи похищения европы я исходил только из каких-то культурологических ощущений это было чисто культурное предложение поскольку опиралась на культурные слои прошлого на антику на современность потому что похищение европы весьма популярное название но сейчас мне думается что она как нельзя лучше соответствует реальности я объясню разумеется передачи почему еще никогда европа не было столь очевидно похищена то есть угнана унесена уведена что хотите подставьте любой глагол как сейчас похищена она не человеком не страной и какими-то злокозненными злоумышленниками она похищена идеями набором определенных идей имеющих весьма разрушительное свойство это идеи которая в прошлом мы бы назвали социалистическими идеи равенства идеи уравниловки потому что равенство всегда уходит в уравниловку де-факто и вот эти идеи сейчас овладевают умом умами и помыслами европейцев и это чудовищно вот чтобы вы назвали такой приметой скажем нашего общего тоталитарного прошлого я бы назвал такой общей приметой объединяющий все а вернее подводящий итог всему я бы назвал всеобъемлющий дефицит нехватка всего казалось мы это давно прошли в европе был больше формально социалистических конструкций государственных или общественных не осталось мы все живем в более-менее свободных обществах где дефицита по идее быть не должно потому что это рыночное общество это общество свободного рынка и как у вас в америке если чего-то где-то не хватает там на юге в далася то его завезут то чего не хватает завезут с севера из чикаго из дэнвера вопрос дня по железной дороге а лучше еще на самолете подвезут что называется потому что то на что есть спрос на него есть всегда и предложение это было акси аксиом это было это было совершенно утверждение не требующие доказательств и что же получается вот мы живем в европе где вспыхивает то там то тут странные явления дефицита причем объяснить почему там не хватает того а здесь не хватает оного совершенно невозможно но может быть и вы знаете примерно что не хватает сейчас топлива в британии естественно можно подобрать рациональное объяснение британия в результате брексита вышла из европейского союза послала домой и тех людей которых принято называть обслуживающим персоналом данном случае скажем водителей грузовиков больших фургонах и возник недостаток нехватка топлива бензина чего угодно стоит колоссальная очереди за бензином на бензоколонках стоят часовые двухчасовые по полдня очереди это было бы еще понятно рационально объяснимо если бы это происходило только в британии мы знаем что мы сейчас на пороге крупнейшего крупнейшей нехватки газа большей части европы хотя именно сейчас подключают северный поток 2 из россии тем не менее многие государства уже сейчас беспокоятся хотя бы то государство откуда я сейчас с вами говорю чехия где казалось бы газа вообще всегда хватало и никогда такой проблемы вообще не было сколько я себя помню а я живу здесь скажем так полвека в этой стране и вдруг и вдруг поговорю это о том что нет газохранилища колоссальные эти шары где хранится газ в сжатом состоянии которое могли раньше и хватало запасов на два на три года есть сильное сомнение хватит ли их на эту зиму и вот так неожиданно то там то тут возникают дефициты казалось бы их не должно быть но сейчас скажем здесь центральной европе намечается дефицит бумаги вы не поверите еще год назад дерево было баснословно дешево потому что деревья приходилось валить лес приходилось болеть по той причине что он был поражен как он как она называется древо едка древожил не помню уже как она называется по-русски но это червоточ это это животное которое жучки которые прогрызают кору питаются корой живут под корой и пришлось валите леса края дырса и бумаги было в переизбытке лес некому было продавать сейчас вдруг и объяснение рационального этого нет нарушена что-то в работе рынка свободного рынка вдруг бумага оказывается здесь не даст дефицитным товаром и газеты жалуются что им не на чем печатать свою продукцию представьте себе разумеется и дерево как таковое которое здесь весьма успешно используется как топливо для скажем для каминов вдруг подорожало втрое вдруг его нет она в дефиците я считаю что это не отдельно взятое явление я думаю что это начало нового мира это начало новой реальности в которой нам предстоит жить работа рынков нарушена потому что что-то испортилось в механизме в механизме товарообмена европейских стран и это будет нами ощущаться все с большей и больше нарастающей силой потому что нынешняя реальность европа это реальность разброда это реальность хаоса это реальность механизма где шестеренки почему-то не совпадают где каждая страна несмотря на то что мы являемся частью сообщества экономического в любом случае но и политического и несмотря на это каждая страна вынуждена будет бороться в одиночку потому что нарушены эти связи нарушен ход жизни но сказав эти общие слова которые склоняют к мысли о том что европа совершает самоубийство это тяга к самоубийству отмечена между прочим ни разу не два социальными психологами психиатрами она отмечена это называется тяга к смерти от назад тяга кто на то суд она тус это богиня и бог смерти и многие сообщества в какой-то момент проявляют безграничную тягу объясняется это даже не объясняется а подводится под это явление идеологическая подоплека некая о том что это и есть стремление к прогрессу просто прогресс принимает по каким-то загадочным обстоятельствам форму смерти ведь если подумать и и обратиться к истории то мы и сейчас недоумеваем и не понимаем из-за чего началась первая мировая война которая унесла в могилы миллион десятки миллионов жертв но если так подумать и спросить себя и спросить друзей и спросить ученых но из-за чего у нас нет рационального объяснения кроме повторяю кроме этого психиатрического явления тяги к смерти да потому что марксистское объяснение это были это была война из-за рынков сбыта как маркс это нам тогда студентам объяснял но это же бред собачий ведь в результате этой войны не измерить не изменились очертания колоний европейских держав как они были в африканские колонии здесь немецкие здесь французские английской так они и остались ни одна граница фактически в результате этой войны не была изменена в чем же война за рынки сбыта и зачем положены десятки миллионов жизни сказать это сегодня никто с уверенностью не может сейчас по моим ощущениям и вплываем визжаем вот такую же такой же смутное время не имеющие рациональных обоснований и это время любопытно тем что она в научной научно-общественной мысли европы воспринимается как колоссальный шаг вперед на пути к сияющим высотам светлому будущему завтрашнему дню к прогрессу все померяется и все измеряется тем насколько то или иное явление служит делу прогресса вот единственный критерий который сейчас остался хотя именно этот критерий крайне не определен и дать ему дефиниции невозможно никто из вас не может с уверенностью сказать что есть прогресс я имею ввиду не технически не научно технически я имею ввиду конечно прогресс общественный социальный никто не способен дать определение этому каким образом проходит улучшение или совершенствование социальных отношений да и вообще происходит ли оно технический прогресс легко определить а вот это сложно итак возвращаясь к политическим микро реалиям современной европы сами вы понимаете что на прошлой неделе а вернее под занавес прошлой неделе воскресенье прошли выборы в германии итоги подведены и что же мы имеем какую какую-то ясную картину да нет мы такой ясной картины не имеем и не потому что затруднено составление каких-то правительственных правящих коалиций да нет они они сложатся в конечном счете непонятно смысл этого социального развития совершенно нам не дается не дается осознанию не идет в руки что называется германия стоит перед выбором она на перекрестке это всем понятно но что за перекресток и что с чем скрещивается здесь остается совершенно непонятным для всех наблюдателей и для самих немцев кто-то там разумеется радуется тому что победили социалисты и на второе место вышли христианские демократы партия которая уже давно не является консервативной это очень важно понять а является центристской в лучшем случае право центристской но слово право они сами уже предпочитают не использовать из-за чего проиграла эта партия она проиграла только потому при всех этих воплях соплях которые адресованы ангеле меркель которая такая замечательная была такой замечательный лидер всей европы а когда вы просите сказать ну так давайте разберем по полочкам ну да в ее правление были кризисами давайте посмотрим как каково и духовное наследие каково что она оставила немцам впрок то что им придется решать мы вдруг обнаруживаем ничего такого она и не оставила если у при ее предшественника канцлера кора который ей которого ей удалось подсидеть успешно очень брутально но удалось были такие достижения но объединение германии чего стоит чего стоит успехи немецкой марки в его бытность это разве не веха историческая так вот ничего подобного канцлер коль канцлер меркель которую называли мамочкой по-немецки мутти она предъявить не сможет потомкам предъявить не сможет она пережила финансовый кризис 8 года но она его пережила она его не определяла в конечном счете она оставляет своим потомкам наследие с колоссальную нерешенную задачу задачу интеграции мигрантов огромного количества мигрантов и эта задача как мина замедленного действия она еще рано или поздно взорвется в германии решать придется наследником меркель но почему это произошло почему социалисты которых уже все списали со счетом они действительно уже полтора десятка лет со времен шрёдера канцлера они не правили а были младшим партнером по правящей коалиции почему они пришли к власти сейчас более или менее я объясню что проблема отнюдь не решена еще кто будет кассе еще говорится будем живы будем посмотреть как говорил мой папа так вот почему это произошло да именно потому что руками делами и устами канцлера меркель ее партия которую она принимала как консервативную сдвинулась безнадежно влево центр если хотите но по отношению к прошлому это влево напомню что премьер-министр баварии штраус был очень решительным консервативным политиком который любил говорить направо от нас уже только стенка или ему приписывайте другое изречение на право от нас между нами и стенкой не просунуть и лист бумаги то есть мы заняли все пространство направо никакие правые силы нас не могут поставить под угрозу так вот приняв такое наследие канцлер меркель умудрилась страну сместить влево и в центр и сейчас когда я смотрю на съезды этой партии на заседание и руководство я вижу над ними колоссальный транспарант полотнище на всю стенку где написано димитте центр она гордилась тем что правую партию консервативную она сместила центр но извините любой хоть хоть немного хоть доморощенный философ вам скажет что центр самое ненадежное место в политической системе всегда потому что у него нет самостоятельного места центр отсчитывается от крайностей если у вас есть две крайности какие-то то вы легко можете рассчитать где же центр но если одна крайность сместиться а другая вдруг в свою сторону то и центр вынужден будет сместиться и на чем перестанет быть центром это иначе говоря величина умозрительная техническая высчитываемая выводимая из крайности в любом случае самостоятельного значения не имеет но гордость меркель было именно в том что мы сейчас полные центристы мы центристы это значит собственной позиции у нас нет у нас есть где-то по серединке позиция если вот правые сделают это а левые это мы найдем свое место она будет в центре вот предмет его гордость а такие партии принципиально не нужны они начинают терять вес политический понимаете потому что человек как говорится проявляется в крайности он не проявляется в своей серединной срединной позиции а в крайностях хороших плохих но только так можно понять что за человек что за партия для чего она вообще нужна и что она хочет сказать своему населению так вот сместившись край влево самый центр эта партия потеряла привлекательность для немцев и тут ничего не поможет то что меркель была популярна она была популярна она обеспечивала некую стабильность но стабильность ведь сама по себе это не качество потому что она исключает развитие нам нужны системы которые предназначены приспособлены для эволюции для развития лучше всего быстрого стремительного развития вот эта позиция партии меркель не предусматривала такого развития она была в центре она обеспечивала только стабильность существующей системы замечательно но избирать такие партии становится все труднее и труднее так вот ее заместила социалистическая социал демократическая партия германии что же сейчас произойдет в стране а от этого зависит будущее европы в значительной степени вдумайтесь в то что за образование сегодня европейский союз ведь не зря германия считается его локомотивом а раньше называли их тандемом германия франция франция сама по себе значительном раскладе мы раздрая и мы дойдем до этой темы но и германия перестает в этом смысле быть идейным локомотивом что она может предложить европейскому союзу у него была до сих пор стабильная экономика и это будет поставлена под вопрос и сейчас уже поставлена так вот вариантов будущего правительства 2 то ли будет создано правительство так называемого левого центра это социалисты зеленые и свободные демократы свободные демократы это фактически либералы они часто себя называют либертарианцами скорее но они в принципе либерал либерал это человек без царя в голове это человек без сильных идей говоря по-русски это дерьмо в проруби вот как это прорубь расширяется или сужается вот так и бултыхается это дерьмо в нем либералы всегда оказываются какими-то попутчиками попутчиками никогда нет либеральных сил ведущих в стране к любой стране между прочим вообще правят во всем мире две-три либеральных партии 1 в канаде 1 в японии но это и все другие либеральные партии являются как говорилось раньше привеском двух вещах то есть самостоятельная силы у них нет так вот либералы вполне возможно войдут в эту левую лево центристскую коалицию главной силой там будут социалисты и зеленая это очень важно понять зеленая это достаточно радикальная партия которая рядом с энверантами листкими тенденциями то есть тенденциями связанными с охраной окружающей среды имеет и весьма сильные социалистические я бы сказал даже коммунистические тенденции то есть их придется как-то сочетать социалистам придется каким-то образом опять же подвинуться чтобы зеленые имели возможность проявить себя это правительство разумеется будет для германии достаточно проблематичными хочу сказать трагичным хотя я считаю что она будет трагическим другой вариант который пока еще обсуждается нас но у него нет реальных оснований для самореализации это вариант того что христианские демократы будучи на втором месте сколотят ну совершенно ту же коалицию в этом же и прелесть ситуации других вариантов нет они могут создать коалицию с теми же зелеными и либералами свободными демократами так вот вдумайтесь в ситуацию этот вариант я повторяю маловероятно зеленым незачем идти в такую коалицию разве что если предложит место канцлера что было бы совершенно невероятно потому что иначе им ближе по духу социалисты социал-демократы разумеется и для исполнения их зеленых грез гораздо более пригодно социалистическое правительство германии так вот это есть направление движения и если проследить хотя бы мысленно направление движения тобой придем к тому откуда мы говорится ушли к обществу дефицита это то с чего я начал потому что ограничение функционирующего рынка всегда оборачивается дефицитом достаточно если я вам скажу что население берлина в референдуме об об обществлении то есть национализации жилого фонда проголосовала за национализацию с тем что у девелопер у владельцев большого количества квартиры и так далее эти квартиры будут национализированы обобщены но если это вам не напоминает что-то из нашего общего недавнего прошлого значит вам уже ничто не напомнит об этом это конечно какие-то последующие 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 коммунистической идеи которые сейчас или марксистская если хотите которая сейчас распространяется и похищает возвращаясь к этому слову похищает европу у нас на глазах франция особый разговор она тоже пункты хается совершенно непонятно в чем макрон теряет популярность не по дням а по часам его главная проблема сейчас смешны для нас комичны даже я бы сказал его главная проблема это яйцо которое в него запустил какой-то революционер с требованием всемирной революции за что может быть от сидит четыре месяца как я и скажу из прецедента человек который дал ему пощечину получил четыре месяца тюрьмы тюрьмы неусловно или он судится сейчас с фотографом которые которые его запечатлел во время отпусков в трусах вполне приличных плавках я бы даже сказал и он с ним судится сейчас за то что это его личная жизнь но это смешные вещи при этом франция то затоплена буквально вариантами дефицита волнениями каждую субботу уже 700 суббот подряд проходит массовой демонстрации по 200 тысяч человек это солидная демонстрация а ведь приближается время выборов президентских не далее как весной следующего года будут президентские выборы в каком виде макрон будет там непонятно ясно только что он на этих выборах не победит и в довершение этого коротенького такого обзора чтобы понять и говорится откуда ноги растут чтобы понять что это поветрие это коммунистическое поветрие это идеологик и диалоги которая похищает у нас на глазах европу так вот ватикане вышла сообщение это официальное уведомление что не допустит нынешний папа римский гендерного то есть полового неравенства и швейцарская гвардия знаменитая гвардия которая охраняет ватикан в этих своих смешных тряпичных опередочных мундурах так вот эта гвардия будет обязана принимать свои ряды женщин и для этого строится новое общежитие для гвардейцев где будут женские женская даже не половина женские номера я бы сказал комнаты в перемешку с мужскими они будут охранять покой римского папы ну что ж покой ему желаем и все так вот вот такая пробежка по увядающей и как говорилось раньше пахнущие еще хорошо европе давайте мы сделаем небольшой перерыв буквально несколько минут после чего вернемся и продолжим возвращаемся в программу эфима фиштейна похищение европы телефон студии восемьсот сорок семь четыре ноль ноль пять два ноль ноль если у вас будут вопросы пожалуйста звоните и прежде чем мы перейдем к событиям в америке я бы хотел вернуться к тому о чем мы говорили о великобритании то есть великобритания в принципе стоит на пороге коллапса все что остается делать правительство сегодня это молиться о том чтобы зима не было холодной жестокой потому что в свое время я помнится лет десять назад если не ошибаюсь в великобритании открылись залежи сланца если бы не эти фанатики зеленой энергетики борьбы с глобальным потеплением великобритания могла бы стать энергетически независимая так они закрывают электростанции которые работали на угли борются с глобальным потеплением значит ветряки бесполезны потому что северном море петра не было достаточно стоят такие скелеты бестолковые ну и в итоге получили то что получили стоимость газа увеличилась в два с половиной раза чем это закончится нашим вагиноголовым американцам следовало бы посмотреть и обратить внимание на то что происходит великобритании потому что эти идиоты которые сейчас в конгрессе заседают этот дебил который зидая в белом доме проталкивают три с половиной триллиона точнее сказать 5 триллионов долларов с тем чтобы убить энергетический комплекс и перейти на возобновляемую энергетику и столкнуться с тем с чем сталкиваются остальные страны в том числе и великобритании нет они борются с глобальным потеплением вчера или сегодня не помню пресс-конференция опять собрались вся эта банда демократической кокос и страдают мы о будущем о том о сём мы создадим миллионы рабочих мест насколько я помню когда зице-председатель был еще вице-президентом в администрации обамки они тоже боролись с глобальным потеплением они девяносто четыре миллиарда выделили на так называемую возобновляемую энергетику и что мы имеем в итоге вообще сколько сотен миллиардов долларов наша страна я имею ввиду америка если взять по штатам по таким как калифорния по таким как или но и вот сейчас очередной закон приняли такой как нью-йорк сколько сотен миллиардов долларов эти подонки потратили и насколько же мы побороли глобальное потепление сколько еще триллионов долларов нужно украсть у народа америки с тем чтобы эти подонки набили себе карманы а результата любой здравомыслящий человек понимает что никакого влияния на на то что происходит в так сказать в природе мы это не окажет это не окажет потому что козявки есть существо более так сказать высшего порядка который определяет все эти козявки пытаются изменить климат планеты но это же безумие полное но к сожалению настолько оболванено и такая масса народу оболванено что они на это ведутся хлопают в ладоши радуются прям а результат будет тот же самый нищета и разруха нищета и разруха потому что на самом деле это тема зеленой энергетики этой борьбы с глобальным потеплением эта тема власти это просто используется как инструмент с тем чтобы убить средний класс и все за взять под собственный контроль и тема с эпидемией игра имеет тоже самую ту же самую цель абсолютно ничего общего со здоровьем нации не имеет все сводится к тому что кто-то зарабатывает охрененное количество денег а кто-то гребет власть вот и все вот результат вот конечный результат если не возражаете давайте попробуем принять звонки давайте добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте добрый вечер я всем меня зовут евгений вы очень хорошо провели аналогию с нынешнего состояния с состоянием перед первой мировой войной но как вам кажется если тогдашний всеобщее помешательство можно было бы хоть как-то объяснить всеобщей культурой декаданса и обвешалостью мировых элит то сегодня мы имеем дело с абсолютно рукотворным искусственным кризисом и своеобразным заговором мировых элит перед своими народами спасибо большое вы евгений нашли совершенно точное слово это всеобщее помешательство вообще массовое случае массового помешательства в истории известных достаточно много достаточно много от антики до средневековья были массовые помешательства и хочу ссылаться на из общеизвестные случаи типа там проповедника саванаролы и прочее когда массовое помешательство охватывала города народы так вот я склонен скорее видеть в этом именно признаки тяги к смерти тяги вызваны массовым помешательством массовой дезориентации населения скорее чем каким-то всемирным заговором я вообще отказываюсь быть конспирологом в этом смысле и пытаться назвать группу там пяти семидесяти товарищей которые это все придумали такие вещи вообще массовое движение не придумывается другое дело фальшивая идеи которые подсовывается и сейчас я вижу целый ряд таких идей которые подсовываются населению причем они обставляются так чтобы вызвать повышенную почти маниакальную тревожность и возбужденность у населения когда вам говорят что мы стоим на пороге уничтожения планеты земля если мы не предпримем самых срочных мер которые обычно связаны с отказом от чего-то отказом от промышленности изменением стандартов жизни и стереотипов мышления человека то только так мы сможем предотвратить грозящую нам катастрофу которая представляется исчезновение жизни на земле из-за того что земля будет не приспособлена для жизни человека причем обратите внимание что идеи которые подсовывает нам вот это так называемая прогрессивная часть человечества они связаны одной формулой или если хотите одной схемой эти идеи должны быть в принципе недостижимы если вы ставите достижимую идею какую-то которую можно путем организационных мероприятий путем перестройки какого какой-то промышленно-индустриально-технической можно достигнуть эти идеи не годятся они слишком достижим а вот если вы ставите недостижимую идею чрезмерное загрязнение межзвездного пространства ну разве можно так жить межзвездное пространство уже в чистую загрязнено то такие идеи имеют шанс на долгую жизнь они никогда не будут достигнуты то есть мы сможем общество обездолить в течение очень длительного времени вот так построена мысль а не глобальном потеплении сейчас его никто так уже не называет а климатических изменениях это лучше потепление но можно там действительно в ледниковый период вернуться изменения ну как же вы можете справиться с тем что меняется климат переменчив вообще по своей природе но если сделать из этого проблему и тяжелейшую проблему то можно всю жизнь прожить две человеческих жизни 3 можно посвятить это можно пожертвовать поколениями людей не достигнув ничего и в результате встать посреди площади и сказать так товарищи дорогие ради чего все это делалось ради чего мы испортили себе и нашим детям жизнь ничего изменения были они есть и будут и так далее тут мы же ничего не можем поменять в самом свои изменения потому что это нечто онтологическое свойственное человеческой натуре все что сейчас предлагается парадоксально все угрозы предлагаются только угрозы обратите внимание мы должны вымереть от того от всего третьего десятого но обязательно угроза вымирания как называется самое активное движение современной молодежи extension rebellion бунт против вымирания они боятся вымирания так вот все что нам предлагают все угрозы обратите внимание к вид болезнь но это грозит вымиранием это цель недостижима потому что сейчас ясно что закончится одна фаза придет новая это бесконечно человечество уже будет жить всегда несколько видом а с принципом смертельного заболевания с принципом смертельного вируса бактерии что хотите вот сейчас в вашей стране человек над которыми не хочу издеваться из меня его фамилию или называю как-то привет привился в третий раз с большим с большой помпой и все это видели а в израиле сейчас говорят поговорят о четвертой прививке третьей мало причем что с людьми у которых всего три прививки а будет 4 но и такой человек ведь считается крайне отсталым он тянет мир в прошлое он тянет мир в прошлое он льет воду на мельницу самых темных сил человечества фактически он мешает обществу избавиться от угрозы атомной войны он подыгрывает атомной войне то что хотите вы же помните как это было советском союзе если вы не читали стен газету в принципе вы были поджигателем войны и очень легко в эту цепочку протянут поджигателем войны а значит значит вам было все равно что будет путь слезы вдов там грустные глаза сирот и так далее значит вы вот такой не чудовищный человек если вы не читаете стен газеты также сейчас 1 3 4 прививка оказывается нужно возможно то будет нужно и 10 и по отношению привившемуся 10 раз тот кто появился всего девять или восемь уже оказывается поджигателем войны де-факто человеком который тянет общество в прошлое это бесконечная история поэтому ждите 10 прививки она понадобится потому что вдруг окажется что 3 мало она через полчаса известное дело прививка теряет свою силу простите через полгода она теряет свою силу значит надо снова прививаться то есть найден ключ золотой ключик к обществу ему придется все свое дальнейшее бытие быть объектом каких-то вакцинации а завтра придут с новым это же бесконечная череда угроз понимаете это и угроза того что не соблюдено гендерное равенство такая же угроза человечеству стоит нужно срочно добиваться гендерного равенства в чем она выражается но вот так как швейцарская гвардия в ватикане надо будет строить комнаты для этих женщин это как в американской армии которая гордится количеством беременных мужчин в армии сейчас и чем больше мужчин там вроде тем лучше командир рота идет на повышение получает новое звание и прочее это бесконечность найден золотой ключ к тому чтобы человечество не извести но я отказываюсь видеть в этом заговор какого-то 40 или тому подобных людей они могут включиться в этот процесс что называется включиться они понимают его перспективность многие из них но они его не придумали они нашли нащупали слабую точку человечества там где молодежь лишенная реальных перспектив скажем там повышение благосостояния защиты родины таких перспектив много могло бы мог бы она считать но она лишена молодого поколения ему его подсовывается подсовываются угрозы для существования даже для правильного существования и вот эта череда угроз бесконечно нам сейчас придется все время жить потому что какие-то университеты выдвигают проекты и получают гранты на то чтобы найти новую угрозу для существования человечества если бы не ранее придется активно бороться давайте давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста добрый день смотрите трампа обвиняли в том что он разрушил отношения со своими союзниками европейскими по нато он просто просил их исполнять свои финансовые обязанности как записано так они ничего не сделали байден ничего не просит вообще и тем более они ничего не делают вот вопрос у меня такой насколько америка если она захочет вообще сражаться в будущей войне реально может рассчитывать на своих европейских союзников по нато ни на сколько ответ очень прост ни в коей мере ни на сколько она не может рассчитывать потому что европа сейчас не только не настроена на то чтобы как-то воевать вместе с америка за что угодно кстати таких ценностей сейчас нет для этого разрушены все предыдущие ценности включая всякие ценности типа человеческих свойств типа мужественности рыцарской чести там какие-то достоинства патриотизм и прочее прочее можно долго перечислять они разрушены они уже не являются ценностями так за что воевать территориальных претензий вроде бы нет то есть единственное что когда нападут если нападут за это можно воевать за территорию своей собственной страны и даже блока но сейчас то ведь под разговорчики о том что трамп чего-то почти разрушил разрушена так до основания ведь нато фактически разрушен сегодня даже даже самые горячие сторонники не могут сказать в чем предназначение этого блока сейчас ясно уже что не во внешней экспансии не во внешних попытках там насадить демократию назовите как угодно как как можно более обидно это не важно но это были были какие-то цели а сейчас какие цели стоят перед нато де-факто если учесть что никто скажем прямую не собирается оккупировать не европу не америку сейчас будущем но представьте себе нападение китая на что угодно на какую угодно часть америки вы думаете что что немцы которым запрещено вообще воевать сейчас они ввели в конституцию правда возможность за рубежом его что французы придут на помощь забудьте об этом ради бога никакого такого даже больном уме в больной фантазии не приснится что европейцы придут воевать за америку этой собственно говоря и даже не входит как говорится в планы в оперативные планы нато нато сейчас находится в тяжелейшей ситуации можно пожалеть а все почему а все потому что над реальностью мира возобладала чистая идеология причем преступная идеология для этого нужно было и убрать предыдущего президента который чего требовал европейцев до все того же боевитости потому что значит платить по обязательству это значит вооружаться это значит модернизировать свои армии вот что это значило он же не для америки просил два процента скажем от каждой страны как обязались нет он просил это для себя для самообороны это было обозначено как разрушение а то что сейчас наступила полный развал нато даже пока еще не нашло своей дефиниции никто не пытается даже определить что происходит говорят только о том что нато переживает труднейшие времена естественно можно так сказать что она их переживает потому что трамп вот такие поставил условия жесткие и конечно он на нато разрушил но это же вообще все можно переиграть и все можно переименовать точно так же как у себя дома можно провести скажем какой-то пересчет и перепроверку а потом хотя и выявится как колоссальное нарушение потом объявить что не только не выявлены нарушения но и наоборот у нынешнего президента получено там на 300 голосов больше чем раньше считалось почему потому что попытка заменить реальность идеологии и попытка извратить содержание слов и понятий вот если их извратить вот вы ждете например выбор каких-то следующих может я очень слушал на днях алл шарптона есть такой замечательный проповедник американский проповедник что вот он он будучи на южной границе соединенных штатов там сказала замечательное слово именно обращаясь вот таким я бы сказал недоумка он сказал вы ждете выборов да забудьте уже все состоялось нам достаточно было победить один раз это навсегда вы уже никогда мы ничего не отдадим и не поменяет собственно мы это и подозревали но он это высказал вслух потому что он уверен в своей правоте он уверен правде которую он продвигать поэтому к сожалению пытаться доказать легалистическими так называемым путями свою правду почти не представляется возможным почти не представляется возможно тут нужно гораздо большая решимость и вы как раз упомянули китай наши как сегодня марша blackburn сказала про генерала мели что он агрессивно политически просто агрессивно политически дважды повторила пока вот эти агрессивно политически марксисты которые вдалбливают в армию теорию раз расовую теорию когда называется на критическую расовую теорию когда они работают над тем чтобы создать костюмы для беременных летчиков новые и так далее китайцы тем временем работают над технологиями воруют технологии по всему миру вооружают просто безумно свою армию скупают или каким-то образом завладевают всеми скажем месторождениями редкоземельных металлов которые кстати используются при создании батареи на которых ездят электрокары а там 35 году зиц председатель поставил задачу zero emission то есть всем берите на электрические машины и китайцы будут производить батареи общем загоняют нас в такой угол в такую яму и к сожалению не несомненно сидеть я просто под конец не знаю нет ли звонков студии на ранее только еще пока никто не отменял вот эту библейскую максимум что когда бог хочет наказать человека он лишает его разума абсолютно это находит свое подтверждение во главе величайшей страны в мире стоит совершенно безумный человек правда он я все равно считаю что фигура не самостоятельно что за ним стоят идеологи которые однажды провозгласили кардинальное изменение нашей страны просто вот кардинально изменить ее и было начато это и он продолжает политику и в случае если он сбрыгнет они его уберут легко и просто там с применением 25 поправки или импичмента неважно пока он выполняет их воли он будет сидеть несмотря на то что он является собой позор нации он будет сидеть в белом доме и творить бесчинство разрушать экономику разрушать мораль к сожалению что касается выборов я не знаю как то уж у больно пессимистично это все прозвучало но похоже что в том чтобы говорить ваших ощущениях есть некая правда я я цитировал практически я цитировал потому что тут выражена как говорится весьма пасконная кандовая правда они считают что они пришли к власти они не просто победили на одно на один период они пришли к власти навсегда вот чем дело и фильм огромное спасибо к сожалению времени больше не осталось и до встречи в следующий раз его хорошего всем и бодрости духа